Наступил сезон отпусков. Правда, в этом году тем, кто собирается отправиться на отдых, не совсем легко. Например, для авиапутешественников есть целый ряд требований. В соответствии с указаниями Минтранса, все пассажиры должны находиться на борту самолета в средствах индивидуальной защиты. О тонкостях авиаперевозок в условиях пандемии в следующем материале. Маска и перчатки – необходимый атрибут для совершения перелетов между регионами. Таковы указания Министерства транспорта России. Поэтому необходимо заблаговременно приобрести так называемые СИЗы. Впрочем, если вы в терапиях забыли индивидуальный защитный комплект, можно приобрести его в аэропорту. Например, авиакомпания «СмартАвиа» предоставляет услугу в собственных офисах продаж. Ну, или можно приобрести наборы при покупке билетов на сайте. Если полет длится более трех часов, то мы выдаем маски на замену пассажирам. То есть у нас обеспечена полная безопасность. Ну, как пассажиры отнеслись к таким мерам? Наверное, с пониманием все-таки, да? В большинстве своем, да, конечно, с пониманием. Потому что, понимая, что происходит в мире, люди заботятся о своем здоровье. Ну, есть, конечно, такие, с которыми приходится индивидуально, опять же, разговаривать, убеждать. Но они, в конце концов, следуют нашим рекомендациям. Добрый день, уважаемые пассажиры. Приветствую. Обработка рук санитайзерами при входе на борт воздушного судна – еще одна мера противоэпидемической безопасности. В течение полета пассажирам не рекомендуется покидать свое кресло. Исключение – поход в уборную комнату. Кстати, пока самолет следует из пункта А в пункт Б, бортпроводники также находятся в масках и перчатках. В первую очередь, главное – это безопасность, обезопасить пассажиров. Поэтому у нас перчаточно-масочный режим, обработка санитайзерами, обработка поверхностей. Коронавирусом можно заразиться, и не только ведь на самолете, а тут все меры приняты. Поэтому я считаю, что не стоит бояться. Между рейсами производится дезинфекция салона воздушного судна. В транзитных аэропортах этим занимаются бортпроводники. В крупных хабах – специальная санитарная бригада. Кстати, на всех самолетах авиакомпании недавно были установлены новейшие воздушные фильтры. Они позволяют очищать воздух в системе кондиционирования согласно самым строгим международным санитарным нормам. В условиях пандемии, конечно, жизнь поменялась у всех, не только у нас. И это накладывает определенные сложности в нашей работе. То есть, как вы уже заметили, мы ходим в масках, перчатках, как и везде. Сейчас в стране принято, обрабатываем. И согласно методичке, методических показаний от Минтранса, мы сейчас находимся на первом этапе по выходу из эпидемиологического режима. То есть, сейчас первый этап у нас проходит. Пассажиры у нас, как вы посмотрели, летают в масках, перчатках. На входе самолет обрабатываются следующими средствами, составами руки. Что же касается двухнедельной самоизоляции по прилету, здесь все зависит от региона, в который вы отправляетесь. Например, в Архангельске, Санкт-Петербурге или Москве не запрашивают справки о прохождении теста на коронавирус. В Ненецком округе до 3 июля введены ограничительные меры. Поэтому по прибытии в окружную столицу необходимо показать справку с отрицательным заключением о COVID-19.